— Остались ли еще вопросы? Доброе утро, последний вопрос. — Да, простите, пожалуйста, что у Зур первого микрофона, но я просто не видел других рук. Один из моих любимых польских фильмов, помимо «Константы», помимо «Защитных цветов», «Константу» я вообще считаю энциклопедией своей собственной жизни. Я, кстати, тоже служил в воздушно-десантных войсках, как и главный герой. То есть совпадения прям прямые. Одним из своих любимых фильмов я считаю «Кинолюбитель» Кшиштва Кислевского. Там вы исполнили роль самого себя. И там вы встречаетесь с молодым польским рабочим, который, сэкономив несколько зарплат, купил кинокамеру. И именно через объектив своей любительской кинокамеры он на примере предприятия, где он работает, начинает видеть несправедливость окружающей его социальной и политической системы. И вот парадокс. Директор предприятия, где работает этот «Выскочка», вместо того, чтобы как-то его раздавить, будучи им абсолютно недоволен, он сам создает ему условия, чтобы тот продолжал снимать все новые и новые фильмы. И мне кажется, что это метафора всего польского кинопроизводства того времени. Вы и ваши коллеги снимали за государственный счет фильмы, которые подрывали государственную идеологию. Вот расскажите, как был возможен такой парадокс? Прежде всего, никто этого так не сказал, как вы, потому что нам это прекратили. К счастью, никто этого так не говорил. Мы говорили, что идеология справедливости, а реальность не совпадает с идеологией. Поэтому этого кино морального беспокойства. А просто я сам вырос с любительского кино. Я очень много работал, даже книжку создал для любителей, даже две книжки издал. Это был мой мир, но мне никогда не пришла такая мысль, чтобы об этом снять кино. А Кислевский, который ничего собственного с любительским кино не имел, имел такую гениальную идею, чтобы об этом снять, что это будет метафора. Увидел метафорическое пространство, которого я не заметил. И поэтому еще, чтобы меня до конца унизить, он меня пригласил на роль самого себя. Но мы очень дружились, так что это было. Это было страшно сниматься в картине, где я был продюсером. А он говорил, сделаешь ошибку, добавляй пленки, потому что ты за это отвечаешь. Да, я хотел бы спросить, в вашем фильме 80-го года Константа, главный герой, сталкивается с теневой стороной социалистической системы, он сталкивается с коррупцией, он вынужден искать какую-то отдушину в идеальном мире математики. И вот сменилась социально-политическая формация. Но вновь мы видим героя, он вновь сталкивается с обратной стороной системы, только уже капиталистической. И вновь ему нужна отдушина. Ну, не математика, а уже религия. Вот нет ли в этом фильме какого-то чувства разочарованности, что перемены наступили, а проблемы все те же. Нет, разочарованность есть, конечно, в моем поколении, но нет, что проблемы наступили, потому что это надо быть очень наивным, чтобы верить, что человек может быть безгрешен. Не может быть безгрешен. Но и будем грешить заново. Но жаль, что мы в Польше прожили в конце 80-х и в 20-х, во время 80-х, кажется, 70-х лет, такой подвиг невероятный душ. Мы так себе красиво верили, мы так были дружески к себе, мы так себе поддерживали, мы так соединились. И это, к сожалению, медленно поступило, разошлось. Уже сейчас есть только воспоминания, уже этого единства нет, уже люди заново поделились, и мы уже так красиво не поступаем, как мы поступали в те времена. Это уже, но это счастье, что было давно, хотя и что воспоминать. Отоскевать за чем есть и красивые времена.